Пане Президенте, дуже вам дякую, що знайшли час на інтерв'ю с АРД. В вашем новогоднім обращений вы сказали, що 23-й год станет годом возвращения, возвращения к нормальной жизни, но реальність другая. Ми видим атаки, русські атаки на території України, дронами, ракетами. Каждый день погибають люди, багато людей. Ваш министр внутренних дел погиб при катастрофі с вертолітом. С ним вместе 13 человек. И не виден конец этих плохих новостей. С одной стороны, цели, чіткі цели, які ви сформулировали. С другой стороны, реальність. Що це з вами делает емоціонально? Це біль, втрата людини, людини близької. Кожна людина в Україні, яка втрачає своїх близьких друзів, партнерів, співробітників, або найстрашніше, втрачаючи своїх дітей. І однаковий моральний шок і біль тощо. Я звик, я маю звикнути. І в мене немає просто іншого шансу. Я повинен показувати приклад співробітникам, команді, людям, приклад всім в стійкості. І це правильно і нормально, бо ми у час війни знаходимося. А в час війни люди втрачають, на жаль, люди втрачають людей. Головне в цьому випадку не втрачати віру в те, що ми переможемо. І це не абстрактні якісь речі, не ефемерні якісь поняття. Це абсолютно зрозумілий підхід. Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб бути стійкими. І щоб повертатись до нормального життя, про що ви запитали. Так, я вважаю, що це вирішальний рік, коли ми можемо повернутися до нормального життя. Люди на деокупованих територіях, незважаючи на те, що їм там дуже складно, вони повертаються до життя. Коли ми деокуповуємо, вони бачать наших військових, бачать Україну, прапор. І для них це життя. Росія все одно б'є по енергосистемі, по цивільним цілям, по людям, звичайно, по суспільству. Це їх усвідомлюючий вибір. Розумієте, усвідомлюючий. Вони обрали такий шлях. Тобто, шлях нападу, агресії, але шлях залякування, шлях сіяння цього, шлях цього шоку. Зробити шок на щоденному, по щоденному форматі. Для людей, що був шок народжує завжди хаос, паніка народжує неспровоковані дії і тощо, і втрати, і жертви. Зрозуміли цілі у них, а у нас повернення життя – це повернення нашої землі, і після цього повернення безпеки, повернення людей додому. Військові експерти кажуть, що Росія готовиться к війне на истощення. Ви самі тільки що сказали, що Путін готов для цієї війни робити все, і все остальне ставити на задній план. І є ще інші інші наблюдаці, які кажуть, що Росія може бути очередной раз спробувати зі сторони Білоруссі йти на Київ, нападати активно на столицу. Із якого варіанта ісходите ви? Знаєте, сам формат вашого питання відповідає вже відповідь. Путін готовить наступление, це вже, в принципі, ми в разному философському мірі живемо, знаходимося, і, к сожалению, він вже не такий философський по поводу ценностей, він вже став реальністью. Ми це захищаємо. Дома, семьи, землю, все живу, ми життя все захищаємо. Ми не нікуди, ми думаємо з вами оттуда, откуда він буде на нас наступати. Ми думаємо, де ми будемо захищатися. Т.е. це абсолютно разные мироощущения, абсолютно разные подходи. Т.е. я люблю свого ребенка, я хочу сделать так, щоб у ребенок жил. Я люблю свого ребенка, і знаю, що отцу, у вас є діти? Я вам желаю, це велике щастя. І я вижу, рядом у человека, у него ребенок. Мене этого ребенка також жалко. Я не хочу, щоб этот ребенок його взорвали, убили. Или що-то произошло. А Путин пускає, відправляє на войну умирати сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють. Його діти не воюють. Його діти не умирають. Його діти не стройують. Я не видел, не слышал. Діти его, внуки. Просто хоче, що увидеть. А где вони? Вони, може, не воюють, не умеють стрілять, так вони на Донбассі. Поддерживаючи там, як він говорить, несчастних людей, которых обижають. Или вони на оккупированных территориях України, може, вони в Крыму находяться, стоять на страже порядка. Думаю, що ні. Ми їх не найдемо с вами. І після цієї війни і так далі. Ці люди будуть живіть. Ціна цієї війни – це чужі жертви, не свої, президента РФ. Наступлення може бути з любой сторони. Наступлення може бути на юге, на востокі. Він же ставив задачу там, выйти на административну границю Донбасса, Донецка, Луганська. Він ставит эти постоянные задачи. Сотни людей каждый день, тысячи людей каждый день погибають. Він все равно ставит эти задачи. Смотрите, ми имеем проблему в мире. Це должен осознавать мир. Не Україна. Україна осознала, к сожалению. Він на цьому кровавому пути йдет по нашій землі. І ми первими встречаємо це зло. І противодіюємо йому. Як можемо, я считаю, достойно. Але і у міра є шанс. Це зло, знаєте, як так, поміч Украине. Це зло поставити на місце. Откуда оно вийшло? Важна, важна, важна задача. Мир в цьому допомогає. І ви, наверное, со мной согласитесь, що Україна зависит в тому числе от западного оружія, от помощи Запада. Ми щас з вами ведемо разговор накануне встречи в Рамштайне, украинської контактной групи. Поэтому самий основной вопрос, вы говорите, щоб не обсуждать, откуда, например, кто може наступити. А основной вопрос для вас, наверное, що потрібно Україні. Можете озвучити, що в нынешній момент, в нынешній момент, в нынешній етап этой війне Україні потрібнее всього? Україні потрібна защита на полі боя. Це, звичайно, артилляія, РСЗО, це то, що важна, важна бронетехника, БМП, БТР, разного вида, щоб спасати і захищати людей, які мотивовані з захистюю своєго дому, і йдуть вперед, і знають, що погибнуть. Знають, що погибнуть. Це разна абсолютно мотивація. Думати, що можеш, можеш, але вони знають. Це разна мотивація. У наших народів різна мотивація. Те вообще не зрозуміли, що вони приїхали. А які знають, що вони погибли. Це трагедія, що цей чоловік одиночий. Ну да бог с ним, без морали, предметно, про що ви сказали. Танки. Нужні танки. Це вид той техніки, у которой у нас дефіцит. Скрывати нечого. А вот дефіцитом є і снаряд, ко всему тому, вышеизложеному мною. Ну і це, що касається сил на землі. Що касається неба, треба просто захищати людей. Кроші домов, ви ж видите. Десятки, сотні людей просто погибають от ударів іранських дронів, ракет, балістичних і так далі. Ну, в общем, це полем боя стали города, полем боя стали села. В общем, стерті з лица землі ОТГ. Особенно на Донбасі, там, де вони все якобы захищають. А на самом деле, вони все захищають. Якщо честно, там нічого живого нет. Какую любовь вони хочуть? Вони ждали людей з цвітами, а так вони себе повіли, що люди, я думаю, да, боюсь, що люди готові їх зустрічати тільки з оружіем. Не боюсь, уверен. В небі, поэтому, нужні Air Defense системи, максимально захищати наше небо. Я тут благодарен как раз Германии за Іресте, це хороші системи, нам би їх побільше. Але Шольц обіщав, поверимо канцлеру, будем ждати. Ну і, звісно ж, НАСАМС, який нам давали партнері, і зараз рішення по поводу патриотів. Я думаю, що це серйозне і правильне рішення Соединенних Штатів. І всід за цим рішення, також, після діалогу Байдена і Шольця. Наші роботи, совмістні рішення по поводу патриотів от немців і також от Марка Рютте. І, в общем, ми роботемо над тим, щоб увеличилось количество систем защити нашого неба. Але це то, що касається неба. Вони хочеться нову страницю в цій війні, ну, вот, в цій защіте. В защіте, це точніше буде. Це, звісно ж, самоліт, тому що хочеться, щоб контроля не було, русських не було. Ну, примерно так. Ну, цього всього дуже багато. Звісно, потрібно далі ракети, серйозне рухи, щоб вони не били по нашим городам, а ми їх достати до них не можемо. Це печально. От Херсон, ми деоккупували Херсон, а вони сказали, що вони оставили Херсон, щоб не страдали люди. А насправді, 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 це все, воно, як... Ну, вони, вигляді. Они перешли на другой берег, поставили там орудия тяжелые, которые понимают, что они добивают до центра города. И просто ежедневно расстреливают центр города. Конечно, ублюдки. Вы озвучили вопрос танков. Вы не один раз с канцлером Шольцем напрямую на эту тему говорили. Вы не один раз требовали танки «Леопард-2». Объясняли, почему вам эти танки нужны. Сейчас есть новое развитие. Канцлер Шольц сказал, что он в принципе был бы готов поставлять «Леопарды», если Америка поставит танки «Эйбрамс». Что вы думаете про это предложение? Канцлер Шольц очень неплохой пакет поддержки Украины, поддержки нашей армии выделил. Я ему за это благодарен. И я очень благодарен за сильный пакет Соединенным Штатам президенту Байдену. Конгрессу, всем парламентариям, и Германии, честно говоря, и Америке. Но мне кажется, это очень некорректно. То, что сейчас звучит. Это некорректно по отношению к живым людям. Так нельзя. Мол, я дам столько же, сколько и ты. Но это, понимаете, как вам сказать? Это немножко про... Ну, смотри, пусть Америка сделает шаг, тогда и я сделаю. Да, но это же не проблема ни у Германии с Америкой. Ни соревнования амбиций. Ну, смотрите, ребят, вы же, вы взрослые, вы, конечно, можете там, ну, еще полгода говорить, мериться вплывовостью, влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если, да, кабы, а просто ты можешь дать леопарда? Ну, дай. Ну, дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди. Сейчас уже и культура, и история их тоже не интересует. Мы, честно говоря, хотим просто освободить нашу землю. Ну, можно? У тебя есть леопарды? Или вы просто... у вас соревнования в риторике. Если есть леопарды, дай. Если Брэдли дали, американцы их дали, их 20 в пакете. Немцы дали Мардеры, 20. И я был очень благодарен. И спасибо, но после заявления, мол, про танки, мол, ты вот дай, и я дам. Сколько ты дашь, и я дам. И у меня возникает тогда вопрос. Ну, то есть, ну, значит, вы могли дать Мардеров больше? Ну, как бы вы просто их дали 20, потому что американцы дали 20 Брэдли. Шольц объясняет, что он не хочет играть, идти в одиночку, а хочет именно совместные решения принимать. Это не игра, это не ставки на повышение, понимаете? Это не в этом дело. Шольц не может сравниться с Эстонией, которая отдала все, что у нее есть. И оно меньше, чем та часть, которую дал Шольц. Ну, мы благодарны, я еще раз говорю Германию, но я не могу благодарить их и кланяться, и разбить голову, и голову разбить о пол, понимаете? Всему есть, как бы, какая-то, ну, трезвая мысль. Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все, да, это все, что они могли. Но я им благодарен, я просто привожу такой пример. Я хочу просто, чтобы мы все были услышаны. Ведь, понимаете, если Украина способна накормить какую-то страну, и вот она война, и Африке нужна была помощь, мы отправляли зерно. Хотя я мог точно так же сказать. Ну, послушайте, я бы хотел посмотреть, кто еще зерно отправит. Слушайте, а давайте посмотрим, сколько там, какая-то страна, не буду говорить, какая-то северная страна, где, извините меня, дефицит сельскохозяйственных площадей. Я скажу, ну, окей, а я вот хочу, чтобы тоже отправили столько. Сто кораблей. Это же нечестно. Это неправильный разговор. У каждого какие-то есть свои способности и возможности. Сегодня ты мне помогаешь. Ты Германия, ты сильная. Я знаю, что в каждом Евросоюзе большая часть наверняка там у Германии, потому что у них самая сильная экономика. Да, но в этом и суть Евросоюза. Вы объединены, разные страны, и когда плохо, одному, второй придет на помощь. И ничего в этом нет такого. Вот точно так же здесь с оружием. Ведь я тебе не желаю ничего, ну, как бы, но если когда-то, где-то в чем-то беда, не дай бог война, Украина отдаст последнее. Естественно. Кстати, вы считаете, Германия, вы благодарны, я слышу, но Германия в данный момент делает недостаточно. Я не считаю, что она делает недостаточно. Это ее вообще право, достаточно или недостаточно. Это все равно от них идет помощь. Я считаю, что это некорректно. Я считаю, что так говорить, так формулировать некорректно. Я дам, если ты дашь, если тот даст, если этот даст. Ну, я считаю, что это неправильно. Я выразил свою мысль на примере зерна. И я могу назвать таких примеров очень много. Ну, это очень странно. Чернобыль. У нас была трагедия Чернобыля в советские времена. Да, но все спасали людей. Разве кто досмотрел, что за человек? Какая у него национальность? Все спасали. Помогали все. Абсолютно помогали все. Но ведь помогали все страны, а не те, на кого шло радиационное облако. Мол, давайте им поможем быстрее, потому что скоро придет на нас. Нет, помогали все. И это правильно. В этом и суть. Когда говорят Альянс, когда говорят Союз Европейский или НАТО, Союз. В этом и есть суть. Америка тоже отреагировала на это предложение. И Пентагон сказал, что Америка не готова Украине поставлять эти танки. С объяснением, что Украина не может их чинить, не может поддерживать эту функцию танков. Поэтому вопрос, Украина в состоянии поддерживать функцию танков леопардов и не была бы состояния... Смотрите, смотрите, это все очень сложно, об этом можно говорить часами. Если есть желание, конечно, нужны хабы для ремонта, нужны специальные обслуживания, нужна специальная подготовка. Смотрите, ну как вам сказать? Смотрите, нужно 10 месяцев, чтобы научиться работать на патриотах. 10 месяцев по-хорошему, чтобы команда работала. Но когда разговор выживания, разговор выживания, мы говорим о 10-12 неделях, чтобы научить группу. Вот и все. И вот такие у нас были договоренности. И это про желание. И это позитивное договоренность. Не потому, что вот как бы по-другому хуже или лучше. Никто не определяет, хуже или лучше. Сейчас нужно быстрее. Каждый день умирают люди. Это не требование, это желание. Оно обоюдное. Так и с леопардами. Конечно, инфраструктурно мы можем быть сейчас не готовы, потому что у нас нет на вооружении леопардов. Так и есть. Но ведь к ковиду тоже никто не был готов. Но это не значило, что нужно не искать решения проблемы. Просто опустить руки и сказать, ну извините, у вас ковид, у нас пока в стране ковида нет. Но ведь ковид пришел и к ним, в соседнюю страну, а потом по всему миру. Правильно. И все стали искать лекарства. И когда одна страна не могла произвести лекарства, она покупала у другой страны. Или получала помощь от другой страны. И ей же не говорили, послушай, тут такая история, нам нужно подготовиться, нам нужно проверить, нам надо еще несколько лет. Несколько лет миллионы людей умирают. Какие несколько лет? Это то же самое. Это то же самое вакцина, леопарды, патриоты и так далее. И еще. Вы должны четко понимать, когда против нас русская армия, у которой тысяча танков, ну там просто некому воевать, они боятся, они не мотивированы. Это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решают проблему. Они делают только одну очень важную вещь. Они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой, у меня есть 10 танков, возьми все. У меня есть 100 танков, ну возьми все. У меня есть один танк, на, я тебе его отдаю. Вот это вы бы хотели услышать от Шольца? Да, я хочу именно услышать, честно. Я ценю все, что сделал он, и Штанмайер, и Шольц, и Бундестаг. И я реально говорю, но вы меня спрашиваете конкретно про этот эпизод. Я считаю, что не время торговли, время выживания. Нам нужно выжить. Вот о чем я говорю. Я хочу услышать по-партнерски, чтобы он скажет, да, сейчас ты не готов, но я придумал, как подготовить твоих военных. Вот тренинговые миссии, давай там, давай вот на этой территории, давай там-то. Я придумал. Поверь мне, президент Украины, поверь, я, у меня-то леопарды, поверь мне мне, чтобы обслуживать вам, у вас будет масса вопросов. Давай сделаем вот так, вот так и вот так. Это и есть, понимаете, ну, то есть, как бы, это и есть политическая воля. А если политическая воля по какому-то вопросу нет, то не нужно искать причины, понимаете, да, надо сказать нет. И не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, украинцам надо еще 80 лет, для того, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые. Мы много с вами говорили об оружии, потому что вы подчеркиваете, насколько вам это важно. В Германии есть, в том числе и люди, которые против поставки оружия, которые принципиально против поставки оружия и объясняют это тем, больше оружия равно больше смерти. Что вы отвечаете этим людям? Слава Богу, мы живем в свободном мире, и у каждого человека есть свое мнение. И, посмотрите, мы людей, у которых другое мнение, не линчуем точно, не занимаемся линчеванием. Я просто хотел бы, чтобы люди глубже понимали, что происходит и что возможно, чтобы обратили внимание на риски. Но они могут быть против, я считаю, что люди против тех, кто не очень глубоко знают предмет и им кажется, что президент России остановится, у них есть какие-то, я не знаю, эмоциональные воспоминания о чем-то, не знаю, о какой-то связи России, Германии, об отношениях и так далее. Смотрите, этого нет ничего. Просто этого ничего нет. президент России держится только за свое президентское кресло. Конечно же, после Украины он пойдет дальше. Конечно же, балтийских стран, как независимых, не будет. Это все есть в его голове, однозначно. Все эти месседжи, мы с вами, если изучить глубже то, что я сказал. Вы увидите, все эти месседжи, они все есть на российском телевидении, они транслируемы для того, чтобы приучать свою аудиторию к тем или иным будущим шагам. Все так было у нас с Крымом. Они все время говорили, 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 дошли до апогея влияния на свое население, что Крым – это Россия. В этот момент они аннексировали Крым. Они делали то же самое с Донбассом, что они помогают русский язык, они защищают русский язык, они защищают, что в Украине фашисты, запрещено всем говорить. Вы, кстати, вот вы мне, вы говорите по-русски, я вам так же отвечаю. Понимаете, да, какой-то вообще бред, что этот человек несет. Но это для чего? Для того, чтобы просто убеждать свое общество в итоге, чтобы оно ему верило и его поддерживало. Ему, его окружение. Кремль, для меня это один субъект. Кремль, да, назовем это так. И вот, собственно говоря, потом Польша. Там было влияние Советского Союза. А русские при возможности туда вернутся. И тогда мы говорим уже с вами о границах с Германией. О границах с Германией, с той страной, где часть населения, о которых вы сказали, что есть люди, которые считают, что больше оружия, больше проблем, надо меньше оружия. Смотрите, меньше оружия Украине, быстрее приход в Германию. Если немцам это устраивает, я считаю, что риски эти высоки. Авторитетом кого они собираются остановить Путина? Просто интересно. И Макрону, и Шольцу, и другим лидерам президент России пообещал, что не будет полномасштабного вторжения. Он им дал слово за, по-моему, сутки или за два дня до вторжения. Он что, хочет сказать, что он готовил операцию полдня? Ну, пусть не смешит никому. Это смешно выглядит, просто смешно. Ну, просто он сказал Европе, ничего не будет, наврал и пошел дальше. Все так и будет с остальными странами. Присутствие России там, где был Советский Союз, для него аргументированно показать свой, так сказать, исторический вклад в Российскую Федерацию, собирателя земель Советского Союза, который был, ну, собственно говоря, закончил свое существование. Вот, именно так и произойдет, если Украина не остановит Российскую Федерацию. Вот, именно так. После начала полномасштабного вторжения, полномасштабной войны были переговоры, потом вы пришли к точке, где вы сказали, не имеет смысла вести такие переговоры. Что должно случиться, чтобы опять имело смысл вести с Россией переговоры? Смотрите, вы должны понимать, что вас должны уважать, но хотя бы не вас, я имею в виду страну, а международное право, суверенитет, территориальную целостность. То есть, есть вещи стандартные, которые, ну, просто нужно уважать, знаете, это как, ну, нельзя приходить в гости, если тебя не приглашают. Ну, это, ну, это как бы неприлично, мягко говоря. А здесь пришли, кого-то изнасиловали, кого-то застрелили, кому-то отрубили конечности, кого-то заживо похоронили. И говорят, слушай, я вот в трех комнатах уже навел вот такой порядок, вот у тебя кухня осталась, я хочу на кухне сесть с тобой поговорить. Ну, вот он зашел на кухне и получил из кухни, получил раз, получил во второй комнате, получил в третьей. И теперь просто сесть поговорить, ну, как-то не с руки. Поэтому Украина должна точно понимать, что про человеческие отношения забыли, про громкие слова добрососедство, дружба, совместная история забыли. Прагматичный разговор. Прагматично следующее. Шаг первый. С нашей территории нужно уйти. Быстрее значит меньше жертв. Меньше жертв, больше шансов после того, как уйдут, перейти к дипломатическому урегулированию вопроса. Если уйдут, как в Херсоне, ушли и продолжают стрелять, нет смысла дальше говорить опять. Вышли из территории нашей независимой страны, перестали пользоваться оружием, просто прекратили стрельбу, признали эту трагедию трагедией, но это уже дипломатические прошли шаги. И выжгодывание хорошей, я не разумею, как это сказал. Ущерб и так далее. А ущерб это не деньги, всем кажется. Богатой России, вернее, не так, богатой группе людей, которые держат всю Россию на подсосе, вот этой богатой семье, скажем так, им кажется, что можно решить деньгами. Но не решат они деньгами историю с людьми, с нацией, которые теряли не деньги, а людей, прежде всего, близких, родных. А деньги в последнюю очередь уже никто ничем не думает. Ни про дома, ни про квартиры никто не думает. Все думают, как детешем жило. Поэтому как решить? Одними деньгами не выйдет. Должна быть справедливость. Вы только что подчеркнули, согласились, что Россия ведет войну на истощение, они готовы на все. Ваша позиция вернуться к границам 1991 года. Возьмем, представим, что это удастся, например, с помощью немецких танков, других танков. Это обозначает автоматически мир, потому что Россия же может дальше продолжать со своей территории, бить на территорию Украины. урегулирование этого процесса и выход с нашей территории, конечно же, приведет дальше к дипломатическим шагам. Я просто не уверен, что это будут эти же люди, которых сегодня, которых все сегодня называют Россией. Я не уверен, что это будут эти люди, это руководство и так далее. Да бог с ним, я не хочу, честно говоря, это вообще мне все равно. Было бы непонятно, с кем говорить. Вот я не совсем понимаю, с кем говорить, о чем говорить. Поэтому нужен первый сильный шаг, правильный шаг, очень правильный. Выход с нашей территории это, в принципе, все равно признание, признание живого. Да. Но слов мало, понимаете, нужны действия. Действия. И, конечно же, не нужно, ставить никакие ультиматумы. Мы независимая страна? Независимая страна с очень активным гражданским обществом. Мы с многими людьми общаемся, ездим. И многие люди нам говорят, в данный момент война, понятно, много власти в офисе президента, есть телемарафон, в котором участвуют телестанции. И вопрос такой, это еще с вашей точки зрения нужно долго? И есть ли у вас инициатива опять допустить в общественном пространстве больше плуральных дискуссий и больше критики, например, что касается вашей персоны? Так, критикуйте. Я же таки за. Я просто не совсем розумію, в чому запитание щодо критики. Я завжди был открытый, будь ласка. Ну, нема вопрос. Но телемарафон, например, вы считаете, что правильно, чтобы так еще было, что телестанции вместе... Эта зброя, У меня не много влади. Я президент, которого выбрал народ раз, а другий я президент в войсковый час. И моя влада, все, что у меня есть, все написано в законе. Не можно у меня что-то забрать или надать мне заявление. В законе написано, чем я керую, что я делаю и на основе каких документов. Это все есть в законе. Все. Вот в чем отличается Владимир Зеленский, который сидит сейчас напротив меня от Владимира Зеленского, который сидел бы 19 января 2022 года напротив меня? Президент государства, которая в повномасштабной войне, в любом случае, отразняется от человека, который находится в другом состоянии. У нас тогда также была окупация некоторых наших территорий, на Сходе были пострели, а уже повномасштабной войны не было. Ну вот так и есть. Резница. А уже есть. И вона зрозумела, суттєва. То есть что. У меня нет эмоций до некоторых вещей. Знаете, почему? Потому что я как... У меня есть столько энергии в день, сколько есть. Я не могу витрачать энергию на зайвые слова, зайвые речи и то есть что. Вот, напевно, с этим я отразняюсь. Я должен сохранить зранку до ночи, я должен сохранить адекватный мозг, швидко реагировать, швидко реагировать. Иногда ризко реагировать, как вы все сказали, образились на меня. И все очень просто. Я находюсь в войне. У меня нет времени быть або политкорректным, або вагатись, або думать, как на меня подивляться, або решить, что нам там сделать. Меня спрашивают, кто из войсков, кто такая ситуация. Треба принимать швидкие решения. Я считаю, что саме швидкие решения помогли на самом начале этой войны нам не втратить, не втратить розум, адекватность и контроль ситуации. Пане Президенте, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.